Российские учёные занимаются разработкой новых технологий повышения нефти и газоотдачи пластов с одновременным снижением экологической нагрузки на окружающую среду. Это особенно актуально для Арктики. В рамках проходящего в Кирове третьего международного экономического форума «Биокиров-2015» состоялся круглый стол на тему «Биотехнологии в нефтегазовой отрасли. Новые вызовы, новые возможности». Участники форума обсудили влияние микроорганизмов на эффективность разработок нефтяных месторождений. По мнению сотрудников Курчатовского института Максима Фёдорова, исследования для охраны окружающей среды, особенно актуальны для севера, природа которого очень хрупкая аэронима. Если в Саудовской Аравии при высокой температуре биопроцессы идут активно, то в Арктике всё не так. По словам учёного, разрабатываемые новые технологии будут способствовать импортозамещению. Работа идёт по нескольким направлениям, в том числе по внедрению сенсорного мониторинга в месторождении обработки данных. Специалисты развивают суперкомпьютерные методы и биотехнологические подходы к добыче углеводородов. Фёдоров отметил, что микробиологические методы разработки нефтяных месторождений повышают эффективность работы. Новые технологии не требуют существенных капиталовложений, при этом ощутимо повышают степень экологической безопасности добычи и её рентабельность. Активные вещества поглощают тяжёлые металлы, очищают почву и воду от нефтяных загрязнений. Представитель Курчатовского института объяснил, что микробы работают непосредственно в скважине. Кислород, поданный в пласт, активизирует аборигенную микрофлору, и она начинает работать более эффективно. Резидент Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний Владимир Борисов отметил, что биосорбент способен активно собирать углеводороды в местах разлива нефти. Вхождение в программу «Арктика» предполагает работу с использованием только передовых технологий. По мнению специалистов, кировский биосорбент не уступает по качеству зарубежным аналогам. При этом его цена на порядок ниже импортного. Первая российская конференция природопользования в Арктике «Современное состояние и перспективы развития» пройдет в Якутске с 22 по 25 сентября. На форум съедутся представители 14 субъектов России. Конференция пройдет на базе Северо-Восточного федерального института и Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН. Кроме того, в число организаторов вошли Якутский научный центр, географический факультет МГУ и Институт географии РАН. В программе конференции заявлено 85 докладов. Для участия в форуме в Якутск съедутся специалисты из Москвы, Новосибирска, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, Мурманской области, Архангельска, Сыктывкар, Ухты, Тюмени и Анадыря. В рамках конференции пройдет работа многочисленных секций. Участники форума обсудят вопросы биоразнообразия, комплексного природопользования Арктики, инновационного и технологического развития арктических регионов и многое другое. Для студентов-экологов будет проведен полевой семинар в Национальном природном парке Ленские столбы. При подготовке к конференции студенты университета провели уборку территорий Покровского тракта и приняли участие в осеннем туристическом слете. В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на стойбище Чебачи Харампуровской тундры открылась кочевая группа для дошкольников. Как сообщает пресс-служба губернатора Ямала, стойбище Чебачи – самое большое в Харампуровской тундре. Здесь живет преимущественно молодежь. Рыбаки из родопиак, занимающиеся промыслом на своих родовых угодьях, стали инициаторами организации дошкольной группы в родовом стойбище. Отметим, в Пуровском районе это уже шестой кочевой детский сад. Новая кочевая группа кратковременного пребывания «Детуди», что в переводе с ненецкого языка означает «Чебачок», приняла восьмерых маленьких жителей тундры. Два воспитателя являются носителями родного языка, знают традиции и соблюдают обычаи немцев, поэтому дети получат знания с учетом специфики жизни коренных малочисленных народов Севера. Одна из главных задач, которую ставят перед собой педагоги – сохранение и передача нового поколению верований, обычаев, традиций и самобытных обрядов своего народа. Несмотря на национальный уклон образовательного процесса, Чум Детуди оснащен по последнему слову техники – от развивающих игрушек и игр, ориентированных на гендерное развитие, до большого жидкокристаллического телевизора с набором обучающих передач, мультфильмов и караоке для всестороннего развития детей и их адаптации к школьной программе. А возле Чума оборудована игровая площадка. Напомним, в Ямало-Ненецком автономном округе реализуется проект «Кочевая школа», направленный на предоставление образовательных услуг детям коренных малочисленных народов Севера в местах их проживания. В прошлом учебном году в Ямальской тундре работали 9 детских садов, одна школа-сад и три школы. Образовательный процесс ввели 24 кочевых педагога. Дошкольное образование получали 106 детей, начальное общее образование – 77 маленьких тундровиков. Стоимость школьных обедов наиболее высока в регионах Крайнего Севера. Такие данные исследования приводит портал Агрофэб. Рейтинг регионов по стоимости школьного питания основан на данных Федеральной службы государственной статистики. В расчётах использовались средние рыночные цены на продукты питания в различных субъектах России. Исследование показало, что невысокая цена обеда сохраняется в сельскохозяйственных областях центральной полосы – по Волжье и Юго-России. Как оказалось, самые дешёвые школьные обеды – от 56 до 60 рублей в Курской, Белгородской, Липецкой и Воронежской областях. Удалённым регионам, расположенным на Крайнем Севере, в Сибири и Дальнем Востоке, сложнее минимизировать затраты на школьное питание при сохранении его качества и полноты рациона. Приготовление одной порции полноценного комплексного обеда на Ямале и в Ненецком автономном округе обходится более чем в 100 рублей. Самое дорогое школьное питание по оценке портала на Чукотке – более 160 рублей. Как отметили в пресс-службе администрации НАУА, обеды для учащихся в школьных столовых подаются бесплатно. Причём бесплатным питанием обеспечиваются абсолютно все школьники, независимо от социального положения и дохода их родителей. Организация детского питания осуществляется за счёт средств окружного и городского бюджета. В рацион школьного питания в обязательном порядке включается молочная продукция, сезонные овощи и фрукты, мясо и рыба. А в День краеведческих знаний в Архангельском краеведческом музее представили новую профориентационную программу, в которую вошла Музейная школа экскурсоводов. Презентация школы экскурсоводов состоялась 19 сентября в биржевом зале гостиного двора. Занятия в школе бесплатные, запись проводится до 31 октября 2015 года. Возрастных ограничений для участников нет. Первыми с ней познакомились ученики 7-11 классов из 10 школ и гимназии Архангельска. Ребятам предложили совершить увлекательное путешествие по музею и познакомиться с особенностями профессии хранителя, экспозиционера, археолога и экскурсовода. Это мероприятие стало первым в рамках реализации новой профориентационной программы музея, которая призвана представить Архангельскую область как экономически развивающийся регион, познакомить школьников с историей, культурой и экономикой родного края. Завершился полевой сезон сотрудников нацпарка «Русская Арктика» в бухте Тихой на острове Гукера, которая считается центром туризма архипелага Земля Франции Иосифа. В Архангельск вернулись семь сотрудников национального парка. Полярников сначала доставили вертолетом на остров Земля Александры, а затем доставили на судне в Мурманск. В течение трех месяцев сотрудники «Русской Арктики» восстанавливали помещения бывшей полярной станции и занимались оснащением экологической тропы. За лето было организовано несколько мест отдыха, проложено более 200 метров каменных и деревянных дорожек. Условия на острове таковы, что приходилось работать практически без выходных. Как отметили в пресс-службе нацпарка, очень много времени и сил уходило на поддержание нормальных бытовых условий на опорном пункте. Необходимо было контролировать работу дизель-генератора, топить печи, носить воду и при этом все время на чеку, потому что в любой момент может появиться белый медведь. Как рассказал начальник экспедиции Андрей Куников, в этом году было 27 встреч с полярным хищником. Это очень много. Один особо настырный медведь даже пытался проникнуть внутрь дома. К счастью, все встречи закончились миром. За летний полевой сезон 2015 в бухту Тихую зашло более 10 круизных судов. Работа с туристами является одним из основных направлений работы опорного пункта нацпарка «Русская Арктика» в бухте Тихой. В этом сезоне продолжило свою работу почтовое отделение. С острова было отправлено более 500 писем и открыток в разные точки мира – в Китай, США, Германию и другие страны. Ученые отмечают рост популяции бурых медведей на территории Кольского полуострова. Косолапые хищники все чаще появляются в населенных пунктах. Об этом сообщила заместитель директора Трансграничного природного заповедника Пасвик Наталья Поликарпова. Она отметила, что вывод о росте популяции бурых медведей сделан на основе данных, проведенного летом исследования. По словам замдиректора заповедника, в этом году медведи несколько раз заходили в города, даже такие крупные, как мурманские апатиты. Недавно охотникам пришлось застрелить хищника на юге области, после того, как тот задрал собаку. Ученые видят причину участившихся визитов медведей в населенные пункты вовсе не в росте их численности или нехватке корма. Медведи – животные всеядные. Даже в неурожайные годы они обходятся без ягод, питаясь травой и листвой, а также животными. Людей косолапые хищники стараются избегать. По мнению специалистов, медведи приближаются к местам обитания человека, будучи привлеченные свалками, а также оставленными туристами пищевыми отходами. Зачастую хищники забредают на кладбище, где они съедают оставленную на могилах пищу.